Всем привет! Вы на канале Maros Live и после маленького перерыва мы снова возвращаемся на канал для того, чтобы информировать вас о всей полезной информации, которая происходит в Чехии. Вот буквально в наше отсутствие произошло одно грандиозное событие. Чешское правительство 4 июня 2019 года приняло законодательство касательно режима Украины, а точнее увеличение квоты с 19 600 человек до 40 000 человек за год. То есть теперь украинцев будет здесь работать больше. Для чего это сделано? Я думаю, это ответка Германии, которая с 2020 года запускает упрощенный режим для въезда украинцев и рабочей силы к себе на территорию. И Польша, которая также улучшает все условия и по зарплате, и по возможности пребывания на более длительные сроки в стране. Также Чешская республика приняла минимальные зарплаты. Они чуть увеличились, точнее сделали минимальный порог по зарплате и максимальный. Минимальный стал 16 600 крон по этому режиму, а был 13 000 с копейками. Да, были такие действительно зарплаты на разных фабриках. Делились информации ребята. Это где-то примерно 70 крон в час чистыми. Так что теперь уже будет минимальная зарплата 16 600. Мы ехали, еще в феврале была зарплата 16 300 на автозавод Фауретсия. Сейчас где-то в районе 19 000 чистыми выходит. Это за норму 160 часов, плюс причасов там около 20 часов. Вот, максимальный порог по зарплате будет 34 000, ребят, да. Есть к чему стремиться. Но сразу хочу сказать, что в нашей специальности, то есть по нашей работе, должности, это операторы, монтажники, то есть все ребята, которые будут работать или работают на заводах, складах, максимум могут располагать, точнее рассчитывать на 24, где-то 22 000 крон. Это, опять же, в зависимости от завода, от работодателя и в зависимости от того, сколько часов вы будете работать. То есть дают ли возможность работать, например, те же 200-220 часов или не дают. Соответственно, будет ваша зарплата также пропорционально расти. Ну, не забывайте, опять же, про вычеты налогов и все прочее. Это лучше индивидуально узнавать у каждого работодателя. Вот, а кто может претендовать на зарплату свыше 24 и выше, это уже специалиста, узкопрофильная система, то есть те же электрики, те же свальщики, строители, но только, опять же, строители со своим оборудованием, а не обычная рабочая сила, там, помощники постройки и так дальше. Поэтому ребята, которые имеют специальное образование, есть корочки, уже могут претендовать на высшую зарплату. Вот, то есть вот такие вот, в принципе, новости, я думаю, очень даже неплохие. Есть к чему стремиться, есть к чему развиваться, расти, а там уже, конечно, решать каждому, кто как захочет. Вот, жду ваше мнение, комментарии, делитесь под видео. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, всем пока!